Возле дома номер один по улице Магара у теплотрассы поселились бездомные. Таким соседям местные жители не рады, ведь они устроили бардак и живут в антисанитарных условиях. Они живут где-то уже с год здесь. И никто ничего не может сделать. И милиция, и наша власть, и никому нету дела. Антисанитария – это первая мотивация. В том, что неизвестно, чем они больны. Может быть, туберкулезом, может быть, еще какими-то инфекционными заболеваниями. Однозначно неприятно, потому что испражняются летнее время, неприятные запахи. Ну, сами по себе они не приносят неудобств. Они не шумят, не дебоширят. Таких проблем нет. Это Валентина. Ей 63 года. Пару лет назад она потеряла свою квартиру. После с сыном снимала жилье. Но из-за высокой стоимости аренды решили жить на улице. У гражданки есть все документы, и она получает пенсию. Кроме нее и сына здесь живут еще три мужчины. Сейчас все якобы на работе. Для нашей съемочной группы Валентина провела экскурсию. Сами смотрите, чисто. Я убираю, все мою. Посуды у меня грязные, даже нет ни одной тарелки. Я все это убираю. Я насчет этого чисто плотно. Вот салат начала делать, на ужин готовить. Видите, режу салат в чистую тарелочку. Мы прячем туда вещи, потому что нас обворовывают. У меня джинсы украли, осталось в этих штанишках. Местные жители выделили матрасы, одеяло, кое-какую одежду и стабильно подкармливают бездомных. Сегодня у них на ужин шашлык. В основном продукты покупают, но и не брезгуют и найденным в мусорных баках. Также питаться можно в пунктах кормления. На жизнь зарабатывают поиском вторсырья. Моются у одного из местных жителей. Как оказалось, остальные трое мужчин вовсе и не бездомные. У них есть родственники, дома и квартиры. В любом случае способ вернуться в жилье есть, но они по всей радости не желают и воспользоваться. По словам соцработников, эти люди находятся в общественном месте и силовым способом убрать их отсюда нельзя. Мы в силу своей работы обязаны помогать и делаем это. Помогать людям в смысле восстановления документов, может быть консультации, направить человека на правильный путь. Принудительно убрать этих людей нет никакой возможности. В данном случае законодательство на их стороне. То есть каждый гражданин Украины, как и не гражданин Украины, имеет право находиться в том месте, где он желает. Полиция и социальные службы в этом случае бессильны. Говорят, бороться с бездомными бесполезно. Жильцы близлежащих домов сами создали благоприятные условия для жизни бомжей. Единственный способ разобраться с бездомными – сделать так, чтобы они сами захотели уйти отсюда. Для этого местным жителям следует перестать их подкармливать, а также оказывать им материальную поддержку. Продолжение следует...